я сто раз могу говорить о том что инвестиции без риска не бывает но понятно это никого не успокоит поэтому все-таки если говорить о риске какой тип объектов наиболее рискованный для инвестиции какой наименее в начале я обязана сказать что говорить о риске конкретных типов недвижимости не совсем корректно то есть будет абсолютно неверным сказать что например отель в германии даст сегодня меньшую доходность чем скажем офисный центр или квартира даже если общие цифры это подтвердят информация для вас будет мало что значить вы то будете инвестировать в конкретный объект и как он будет соответствовать среднерыночным показателям вопрос тем не менее если вам хочется получить какую-то более конкретную рекомендацию мое мнение наименее рискованный тип недвижимости для инвестиций германии доходные дома почему но во первых как известно германия это страна арендаторов здесь в принципе массово арендуют жилье люди живут долгосрочную аренду это означает что таких объектов в принципе много их десятки тысяч намного больше чем складов или магазинов и рынок этот поскольку он велик более стабилен и в рамках конкретного здания более предсказуем условно говоря появление нового склада или магазина больше влияет на конъюнктуру конкретного места во-вторых этот рынок более понятен хотя бы на интуитивном уровне конечно национальную специфику никто не отменял но все равно такая инвестиция ближе а вы даже если не планируете активно участвовать в анализе и управления объектом все равно наверняка хотите понимать что собственно происходит случае с доходными домами это проще и третий аргумент статистика больших чисел в общенемецком масштабе тоже подтверждает доходные дома растут в стоимости для банков это самая лучшая гарантия минимален риск что залоговая стоимость объекта с годами уменьшится инвестиции в каждый тип недвижимости несут свои специфические риски которые для вас могут показаться несущественными а могут быть вполне неприемлемыми например логистические комплексы с одной стороны сейчас не дают той рентабельности что еще 5-7 лет назад этот сегмент получил новый толчок благодаря развитию интернет-торговли но в любом случае такое вложение это не пассивная инвестиция а бизнес конечно и доходные дома это не всегда хорошая инвестиция но здесь я как раз хотела бы вновь перейти к некоторому обобщению что определяет рискованную инвестицию это даже не тип объекта а его характеристики то есть универсальные риски индивидуальные для каждого например очевиден риск когда вы покупаете функционирующие здания с коротким договором аренды то есть нынешний арендатор из офиса или гостиницы неважно гарантированно остается здесь еще на пару лет вот это реальный риск потому что мы имеем откровенное неизвестное продлит он договор или не продлит и если да то на каких условиях второй риск это объект с непонятным неочевидным расположением магазин в районе население которого сокращается гостиница рядом с которой строят две новые офисный центр в городе из которого съезжает крупная компания и третье объект в техническом состоянии не соответствующим настоящему времени это не значит что дом разваливается просто он устарел морально срок эксплуатации подошел к концу или идеи отжили свое пожалуй торговый центр характерный пример со временем любой из них требует реконцепции и есть риск купить вроде бы успешный сейчас объект из которого вскоре начнут съезжать арендаторы в заключение повторю магазины и склады отели у меня есть позитивный опыт инвестиций и в этих сегментах они вполне могут подойти лично вам универсального рецепта нет но лично я больше всего люблю если тут это слово уместно инвестиции в доходные дома по причинам озвученным выше следующей серии нашего проекта какой тип недвижимости подойдет лично вам не забывайте подписываться на обновления youtube канала при андру спрашивайте комментируйте и ставьте лайки спасибо за внимание